сегодня объединение двух квартир вот такая нетривиальная задача ко мне поступила хотя периодически мы занимаемся именно объединением двух квартир и делаем из них одну большую ну вот так иногда получается люди пытаются найти одну большую квартиру ничего найти себе не могут и находят такие варианты объединения и сегодня двушка и однешка которые я соединю в одну большую квартиру поехали исходные данные следующие семья четыре человека мама папа и два ребенка дочка и дочка что необходимо необходимо для каждого своя обособленная комната необходимо для родителей мастер-спальня необходимо одно большое общее пространство удобное и просторное и конечно же большое количество мест хранения что имеем имеем две квартиры во-первых двухкомнатная с отдельным входом и однокомнатная тоже с отдельным входом что характерно вопрос в каком месте их объединить и как расположить внутри все помещения и расставить мебель чтобы это все было удобно гармонично и вообще оправданы все эти действия а вот это хороший вопрос для начала нужно выяснить в каком месте мы можем прорубать проем не везде можно это делать в большинстве мест между квартирами идут несущие стены а где-то идут шахты вентиляции а где-то проходят какие-то коммуникации так вот нужно для начала найти правильное место где мы будем соединять две эти квартиры короче объединять будем через прихожие это единственно возможное место в этих двух квартирах для объединения их в одну естественно один вход мы замуровали и оставили во всю квартиру один единственный вход и он у нас получился через однокомнатную квартиру вы помните я всегда говорю что прихожая должна быть большой просторно и нарядной но красивой и здесь я это сделал благодаря тому что перегородку подвинул вглубь комнаты то есть я ее сдвинул и прихожая получилось большой практически 10 метров квадратных получилось прихожая это даже целый холл и удалось разместить большой шкаф отдельно стоящий пуфик на которой можно присесть переодеть обувь и из прихожей дальше мы попадаем либо в общее пространство либо на территорию родителей то есть можно сказать даже отдельная их квартира попадая в эту отдельную их квартиру мы сначала заходим в большую гардеробную и это большая гардеробная с отдельно стоящим креслом с отдельно стоящим столиком макияжным то есть это даже целый будуар получается из этого будуара тире гардеробной мы попадаем на балкон но мало ли захотелось выйти проветриться вот так же будете собираться вечером в театр оденете платье с каким-нибудь шарфом и выйдите на балкон чтобы у вас все это дело развивалось и вы насладились моментом здорово же по моему круто круто вообще само то что в гардеробной есть окно далее из этого помещения мы попадаем в два других первое это ванная огромная ванна 9 квадратных метров ребята это это же подарок когда у вас не постирочно помывочная вот такого размера а когда у вас ванна вот прямо ванна настоящая комната здесь большущая раковина унитаз биде и огромная душевая кабина которая кстати говоря совмещает в себе даже небольшой ботанический сад но это такая моя фантазия вот сюда поставить растение а вот эту вот стену между коридором и ванной сделать прозрачной прозрачной во первых будет солнечный свет попадать вот сюда в ванную а во вторых пространство будет зрительно увеличиваться но когда захочется уединиться можно нажать на кнопочку и стекло станет непрозрачным матовым это называется smart стекло но с ванной все далее у нас остается спальня это тоже отдельное обособленное помещение в котором стоит кровать и какой-то еще комод а может быть сюда вы захотите матьяжный столик поставить эта комната не загромождена никакой мебелью только все самое необходимое но естественно красивая дальше проходя в квартиру мы попадаем в небольшой холл в этом холле стоит прямо напротив входа прямо по ходу движения какой-то красивый комод какой-то красивый предмет мебели на котором обязательно нужно ставить на какую-то красоту картину повесить зеркало или может быть букет с цветами для любимой жены она приходит домой а там хоп ваза с цветами приятно приятно поворачивая направо мы попадаем в большое общественное пространство эта кухня гостиная попросту говоря есть кухонный гарнитур с небольшим островом круглый обеденный стол который при необходимости можно будет раскладывать но мало ли гости придут из-за хочется собраться и есть конечно же диванная группа это диван два кресла и телевизор многие кстати говоря задают вопрос а почему диван стоит не на против телевизора почему боком ребята но во-первых потому что это формируют правильную симметричную композицию во-вторых потому что если мы поставим диван напротив телевизора в данной конфигурации нам некуда будет поставить стол ну будет некоторое стеснение ну и в третьих если уж сильно надо будет поставить напротив телевизора но можно будет взять и поставить а потом обратно обязательно обязательно потом обратно в четвертых когда у нас такое расположение мебели кресло и диван то удобно общаться то есть наше внимание на собеседника они на телевизор все-таки мы же собираемся чтобы пообщаться они телевизор посмотреть ну телевизор можно в кинотеатр сходить кино посмотреть а если вы новости смотрите так мы все равно как говорится в полуха и в полоборота смотрим так что не нужно вот этого вот прям выстраивать вот все строго так как в кинотеатре в общем 29 квадратных метров удалось заполнить очень так сказать функционально удобно ничего лишнего все под рукой и при этом все удобно и у нас остается детская территория которая включает в себя две комнаты одна вторая и ванная комната это детская и она же гостевой санузел рядом с которым располагается за куточек за дверками это и есть хозяйственный блок в которой я расположил стиральную машину корзину для белья уборочный инвентарь и все прочее барахло которое мы не хотим афишировать и всем показывать короче говоря хочешь чтобы было красиво прибирай вещи god damn right вот таким образом мне удалось решить нерешаемую задачу объединить две квартиры в одну большую поэтому друзья если у вас есть нерешаемая задача или вы думаете что она нерешаемая пишите мне в директ в комментарии обращайтесь и я с большим удовольствием проведу для вас консультацию по перепланировке но на этом все до новых встреч ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и пишите комментарии друзья мне всегда интересно и полезно читать то что вы пишете всем пока да пребудет с вами муза а